Приветствую всех! Сегодня, как и обещал, расскажу о поведении моих альтернативных карданов, а также расскажу о новых попытках снизить шум в машине. Ранее я анонсировал перенос ручника с раздатки на задние колеса. Многим этот поступок покажется странным, но одна поучительная история, которая случилась со мной, поможет объяснить мои мотивы. Я расскажу о своей самой первой поездке за рулем Хантера. Она была яркой, но очень короткой. Чтобы лучше познакомиться с этим монстром, я взял УАЗик на прокат. Помните, такая была победная серия? К сожалению, не все дилеры предлагали тест-драйв, поэтому я нашел прокатную контору. Думал, полдня покатаюсь и сдам. Мечты, мечты! Уже через 15 минут я буду заглядывать под УАЗик, пытаясь починить его. Хотя сначала все было прекрасно. Мне понравился его задорный характер. Раскачка и козление вообще не напрягали. А просторный салон, обзор и посадка оказались, ну, прям по мне. Я проехал буквально несколько километров. Вдруг вижу, впереди площадочка подходящая. Остановился. Думаю, дай-ка я выйду все как следует. Смотрю, везде полазаю. Поставил УАЗик на ручник, так как был небольшой уклон. И устроил себе маленькую экскурсию. Я залез в багажник, в зипы, посидел на заднем сиденье, заглянул под капот. Снова сел за руль. Завел. Здравствуй, шикарь. Трогаешь. А он ревет, стоит на месте. И глох. Что за ерунда? Снова вылез. Обошел вокруг машины. Думал, может я в яму припарковался. Или камень какой-то лежит. Ничего подобного. Никаких препятствий. Что-то явно заклинило в самом механизме. Я силу применять не решаюсь. Машина-то прокатная. Позвонил ребятам. Минут через 15 приехал парень. Тоже садится за руль. Пытается трогаться. Ничего не выходит. Тут он врубает передний мост. И со всей дури по газам. И опять ничего. Уазик не сдвинулся ни на миллиметр. Он просто превратился в недвижимость. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что скорее всего заклинил цилиндр трансмиссионного тормоза, который расположен внутри барабана на фланце раздаточной коробки под кожухом защиты. Примерно как яйцо у Кащея. Никакого настроения лезть в грязь, чтобы отвинчивать кардан. У нас не было. Да по-моему и такого вот изогнутого ключа в наборе там тоже не было. Мне вернули деньги и отправили домой, а менеджер остался дожидаться эвакуатора. Напоследок он сказал, что как раз вчера этот трансмиссионный тормоз снимали и ремонтировали. Явно что-то намудрили. Самое обидное в этой ситуации то, что если бы у Хантера был обычный привод ручника на задние колеса, то такой проблем бы вообще не возникло. С поднятым ручником можно полдня кататься и не заметить, но с трансмиссионным тормозом его как будто вмазали в асфальт. Еще интересный момент. У Хантера есть внешние эксцентрики. Можно элементарно дотянуться рукой и ослабить гайки, тем самым отодвинув колодки от барабана и ослабив ручник. Опять же, если бы у Хантера был классический ручник на задние колеса. Я отправился в Освоясе, обдумывая только что пережитый эпизод. Основные выводы такие. Уазик я, конечно, куплю, но с древним барабаном надо будет что-то делать. И к тому же не особо полагаться на мастеров. Как вы знаете, Хантер таки был мной приобретен. Я несколько раз у дилера проверил ручник, все работало четко. И про барабан я забыл на какое-то время, потому что сражался с родными карданами. Кстати, шурусовый кардан сонда спереди прекрасно себя чувствует. Прошел около 7 тысяч километров, никаких вопросов. А вот сзади, после некоторых колебаний, был установлен цызринский кардан. Но недолго музыка играла. Не прошло и года, как на скоростях за 70 снова послышался привычный рокот в накате. Я уже знал, что этот звук говорит о том, что проблема именно в заднем кардане. Люфт в шлицах оказался приличным. Написал претензию в зао кардан. На удивление, они очень оперативно отреагировали и заменили мне прохованный кардан на новый, совершенно бесплатно. Но тут же я решил перестраховаться и отвез новую деталь на проверку. В балансировочной мастерской посмотрели шлицы, поставили на станок, раскрутили карданчик. Но все было прекрасно, можно сказать, идеально. Остается только надеяться, что второй цызринский кардан прослужит гораздо дольше, чем первый. Но вернемся к нашим барабанам. О трансмиссионном тормозе я снова вспомнил, когда боролся с вибрациями. Кто не знает, барабан ручника весит целых 3 килограмма. Можете себе представить, эти 3 килограмма все время вращаются вместе с карданом, который сам по себе весит 6 килограмм. Немыслимая вещь. Как видите, внутри он выглядит совсем не идеально. Он весь шершавый, неровный. В моем барабане было сделано всего 3 балансировочные дырки. Меня это очень удивило, потому что в магазинах было по 8, по 10 дырок. Другой вопрос, хороши ли эти 10 дырок, в правильных ли они местах. И тут у меня возникло сомнение. А вообще мой-то барабан он отбалансирован или нет? Снял его и позвонил в первую попавшуюся балансировочную контору. Там отказались. Обзвонил еще с десяток контор, но ни одна не взялась не то, что отбалансировать, даже проверить балансировку существующего барабана. У них якобы нет оборудования. тупик. И тут я вспоминаю, что на Патриоте вообще давно отказались от этого изделия. Это что-то из прошлого века, не особо рассчитанное на скорости за сотню. Стояночный тормоз на Патриоте теперь действует на оба задних колеса. И это правильно, поскольку в сложных условиях на дороге с разнородным покрытием древний трансмиссионный тормоз может преподнести сюрприз. Например, когда нужно тронуться зимой на уклоне или же припарковать машину. Сейчас мы это покажем на простом примере. Вот модель машины с обычным дифференциалом. Жестко фиксируем кардан, имитируя заблокированный трансмиссионный тормоз. Это панель ДСП, на которую мы наклеили кусочек фольги. В нашем случае фольга это коварная полоска льда на асфальте. Ставим машину с заблокированным карданом на обычную поверхность. Трансмиссионный фиксатор удерживает ее без проблем. Но как только одна сторона машины оказывается на льду, то колесо начинает скользить и проворачиваться в обратную сторону. Вот еще раз этот же момент замедлено. При этом второе колесо, стоящее на асфальте, вращается благодаря дифференциалу и машина скатывается. В жизни это происходит немножко быстрее. Теперь заменим старый трансмиссионный тормоз на привычный нам ручник. Снимаем фиксатор из кардана. Возвращаем кардан на место. Все нормально вращается. Сейчас заблокируем задние колеса. С одной и с другой стороны вставляются штифты. Имитируем стояночный тормоз на оба задних колеса. Ставим машину на уклон с разнородным покрытием. Одно из заторможенных колес смогло зацепиться за асфальт и машина стоит на месте. Снимаем ее с ручника, она тут же скатывается. Тут, конечно, можно аргументировать. Ставь в другое место, подключай передок и так далее. Возможно. Но иногда бывают экстренные ситуации. Не будем забывать, что ручной тормоз это еще и аварийный механический тормоз. В трансмиссионном варианте он схватывает очень резко и жестко. Если бы он действовал на задние колеса, то затормаживание было бы более плавным и предсказуемым. Возвращаясь к истории с прокатным Хантером, я могу только напомнить, что в случае отказа этот узел запросто превращает УАЗик в недвижимость. Чему я лично был свидетелем. Поэтому по совокупности вышеперечисленных причин от довоенного атовизма решено было избавиться. Несколько минут работы токаря и от барабана осталась лишь вот такая посадочная шайба. Весит всего 300 грамм. Остаток барабана весом 2600 грамм по традиции отправляется в металлолом. Возвращаем фланец на место крепим на него шайбу вырезанную из барабана. Товарищи, без него стало гораздо лучше. Исчезли бесконечные удары в трансмиссии. Выскажу смелую мысль, что возможно кривой барабан приводил не только к шумам и вибрациям, но и к разбиванию раздатки и карданам. Ну хорошо, барабан ликвидирован. Что дальше? Без ручника отожить нельзя? Я решил по-простому заказать набор современных тормозных щитов и тросиков от Патриота. Ясное дело, тросики это не для серьезного бездорожья. Но я езжу пусть и по плохим, но все же по дорогам. Начал заказывать детали, но не тут-то было. Комплект потянул на 17 тысяч, почти 300 баксов. Плюс пришлось бы снимать, одевать ступицы, прокачивать тормоза, дорого и муторно. Не наш метод. Я решил вопрос за тысячу с небольшим, ничего не разбирая. на помощь пришла бабушка Волга. Ее колодки, тросики, уравнители с минимальными корректировками подошли на Хантер. Всем привет от советской плановой системы. Представляете, на общей основе собирали легковую машину, скорые, микроавтобусы, внедорожники, грузовики, фантастика. А теперь следите за руками. Вынули УАЗовские колодки. Рядом для сравнения лежат черные волговские. А вот так они выглядят с внутренней стороны. Некоторые запчасти идут уже как на Волгу 3110. Номера напишу под видео. Делаем щите окошко. Желательно перед работой рассмотреть волговский щит. Я сделал окошко просто хорошим сверлом. Через него просунул трос и закрепил болтами. Дальше пришлось доработать распорную планку, потому что не влезало. Я выбил штифт и перенес планку внутрь изгиба. Все собрал, отрегулировал, законтрил и стал прокладывать тросики. Изготовил два простеньких уголка. Один встал на крепление глушителя, а второй на поперечную рамы. Волговский уравнитель идеально помещается в УАЗовскую вилку. Шплинтуется, законтривается и можно проверять. Хоть десятки УАЗоводов это уже проделали а все равно момент волнующий. Все работает. Последние штрихи. Залил в раздатку два тюбика противоизносной пасты ликви-моли. Отзывов было много хороших, подумал, что хуже не будет. Также обмотал рычаги кровельным герметиком, чтобы не передавали шум в салон. Вот теперь-то можно и замерить уровень шума в машине. Вот некоторые замеры для ориентира. Тишина в доме находится в пределах 40 дБ. Работа стиральной машинки это в среднем 56 дБ. Когда машинка отжимает, звук возрастает до 72 дБ. Запомним эту цифру. Верхний предел 120-130 дБ. Это звук реактивного самолета. Посмотрим, где же на этой шкале находится наш УАЗик. Нам здорово повезло, потому что я как раз недавно встречался с товарищем, который ездит на абсолютно стандартном УАЗе. Правда, там стоит другая КПП. АДС или БАИК, в отличие от моего Даймоса. Ну так, тем интереснее. Начнем с замеров стандартного УАЗа, а потом все данные сведу в один график. Звук мотора. Печка, первая скорость. Печка, вторая скорость. Движение при 60. Разгон до 80. разгон 80-90. Вот такие замеры. Смешно, что на скорости 80 шумомер показал 80 дБ. То же самое на 90. В принципе, его можно использовать вместо спидометра, если тот совсем накроется. Все, что ниже 65 дБ, вполне терпимо. Чем быстрее, тем тяжелее. Шумы на трассе приближаются к 90 дБ. Я долго ходил по гаражу, чтобы найти что-нибудь такое же громкое. Нашел. Электро-рубанок. Каково вам будет слушать рубанок два часа подряд? А наши люди ездят на УАЗах и по 12 часов. А если вы захотите гнать под сотню, то представьте, что вам несколько часов подряд придется слушать болгарку. Хотя она быстрее сгорит. Добавим эту парочку в наш график для ориентиру. Хорошо. Теперь послушаем мой драндулет с доработками. Я выписал все, что может влиять на уровень шума. Поставьте на паузу, если интересно. Сейчас мы их сравним. Слева на маленький экран повторно выведу замеры в стандартном Хантере, а справа будут замеры в моей машине. Потом будет табличка. Поехали. Холостые. Печка. Первая скорость. Печка. Вторая скорость. Движение при 60. Разгон до 80. 80. Разгон 80-90. 90. Добавляем замеры в табличку. Немного странные цифры по печке. Прибор почти не чувствует разницу. Хотя для человеческого уха она заметна. Погрешность шумомера составляет полторы единицы. К тому же возможно разные частоты по-разному считываются. Мой экземпляр малость шумней на холостых. Правда у меня был пустой багажник, а в другом уазике лежала палатка и другое снаряжение. А может дело просто в погрешности. Дальше данные вполне последовательны и похожи на наши ощущения. Оставим на схеме только замеры в движении. Все что громче 72 дБ эта цифра нам недавно попадалась уже воспринимается тяжело. Практически вся езда по трассе проходит при повышенном шуме. Но по крайней мере мой уазик не залезает в зону рубанка и болгарки. Мы полдня катались на обоих уазиках. Во всех режимах разница в 5-10 дБ очень заметна невооруженным ухом. Чем быстрее ехали, тем очевиднее было и без прибора, что заводской уазик с КПП АДС сильно шумнее. Даймос, шрусовый передний кардан и отсутствие барабана это ключевые факторы в снижении шума. Лично мое мнение. И я уже знаю, что делать дальше, поскольку хочется большего комфорта на скорости. Немного коротковато получилось, да? Если честно, замеряли просто ради прикола, не ждали каких-то открытий. К тому же, встречались в городе и все время что-то мешало. То шум под металки, то камеры на столбах. Но я отдельно замерял шум в своем Хантере еще несколько раз. И все время данные попадали в тот же самый диапазон. Так что эти замеры абсолютно актуальны. Однако, если эта тема действительно вам интересна и вы хотите, чтобы я развернул ее подробнее, напишите. Я снова возьму шумомер, настрою GPS и просто покатаюсь и поснимаю. А насколько же громко в других машинах? Мой любимый журнал за рулем неоднократно замерял уровень шума на скорости 80 км в час. Вот мои замеры в УАЗиках на этой скорости. Журналисты собрали все полученные за несколько лет цифры в одной статье под названием «Самые тихие машины». Можете прочитать. Ссылка есть под видео. Любопытно, что при 80 ни один современный автомобиль не дотянул до шума отжимающей стиральной машинки. Слабаки. Машины премиум класса вообще не шумнее 59 дБ. Ну а более массовые модели находятся в диапазоне от 60 до 68 дБ. В частности, наш любимый Дастер при 80 кмч показал лишь 62,9 дБ. Таким образом, наш УАЗ и тут впереди планеты всей. Хантер громче самой шумной машины. А значит, мне снова есть чем заняться. А сейчас реклама! Беруша Сайланс! Только наши Беруши снижают шум на 30 дБ и превращают любой УАЗик в Роллс Ройс. Всего за 100 рублей! Не упустите! Не, ну а что с Берушами? Вариант. Но мы плавно подходим к концу этого выпуска. Он был полностью посвящен ликвидации барабана ручника. Так вот, сняв его, я обнаружил очень интересную возможность по снижению шума на скорости. Теперь ничто не мешает поставить шрусовый кардан от Газели 4х4. Вот через такие хитрые фланцы. Это фирменная дорогая железка производства Dana Spicer Испания. Выдерживает углы до 35 градусов и рассчитана на дизельный крутящий момент. Осталось только решиться на покупку этого потенциально вечного кардана. В следующем выпуске расскажу о том, как инженеры УАЗа помогают нам, УАЗоводам, экономить деньги. И покажу, как минимальными средствами можно отрегулировать углы установки передних колес. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин